дорогие друзья я всех приветствую на midnight loft онлайн мы сегодня начинаем наш пятый сезон в это очень сложно поверить но уже пятый и конечно 5 юбилейный сезон он должен быть каким-то особенным но сегодня мы начинаем наш новый челлендж это хэштег интенсивная лофт терапия сегодняшний гость нашей импровизированной студии это участник лофт филармонии который дважды принимал участие на проекте видите ли какое дело первый раз костя попал на проект 16 марта 2019 года и среди прочей программы было исполнено такое произведение оливье мессиана квартет на конец времени спустя буквально полгода кости вернулся на проект уже 1 ноября 2019 года и это был принципиально другой формат это была уже не камерная музыка это был соло лофт так называемый и среди всей программы было такое произведение федерико мампоу магические песни ну что ж делайте выводы думайте сами ну а сегодня собственно говоря представляю нашего гостя константин емельянов это первый человек который вернулся midnight loft онлайн с чем он вернулся какой он вернулся вы узнаете буквально через несколько мгновений всем привет 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 с кем не поздоровалась потому что уже сейчас я приглашаю нашего гостя в студию и снова здравствуйте привет всем привет да уж какое вернусь да мне очень понравилось ну да но константин санч у нас все таки уже взрослый такой формат у нас хэштег удлинился теперь как вы слышали называется интенсивная лофт терапия как вы относитесь к такому экстремальному челленджу потому что как вы понимаете вы первый гость который вернулся как я уже сказала на этот интересный формат этот интересный онлайн проект какие у вас ощущения чего вы ждете от сегодняшнего эфира сегодняшнего ну наверно того же от чего и чего и от прошлого эфира позитивных эмоций разговоры ну хорошо тогда начнем так сказать с разминки как и в прошлый раз самый сложный вопрос на самом деле любого моего эфира это как дела как самоизоляция и главное мне кажется что эта пауза она теперь уже под фирма ты если ты понимаешь о чем я ну да все так немного зависла но я надеюсь что уже совсем скоро с ним хотя бы часть каких-то ограничений можно будет наконец-то выйти свободно на улицу и очень хочется выбраться в знакомые все родные места в центре москвы а какие именно родные места какие именно пейзажи вот почему ты больше всего скучаешь по каким регионам районам москвы ну я думаю один район все тот же известен это артистический центр ямаха а вот несколько дней буквально назад поймал себя на мысли что второе место по которому я очень сильно скучаю это шереметь его потому что прям хочется уже купить билеты куда-нибудь полететь но купить билет конечно можно насчет полететь не уверена но по крайней мере часть этого плана ты можешь реализовать как бы немножко тебе станет полегче я должна констатировать что ты очень хорошо выглядишь ты как будто бы даже похудел это возможно да нет не знаю точнее но я стараюсь как-то это я когда выхожу в магазин я надеваю одни и те же джинсы и по ним контролирую процесс вот у меня если ремень на последнюю дырочку застегивается то значит все еще нормально карантин меня не победил вот ну поэтому так понятно ты знаешь просто дело в том что после нашего с тобой онлайна было очень много вопросов у аудитории потому что значит много осталось недосказанности как бы поскольку нам написали бис и мы должны были повторить вот этот выход ровно через неделю но неделя у нас затянулась растянулась но как бы решили растянуть это удовольствие удовольствие растянулась на целый месяц вот и в связи с этим как вопрос они под накопились не столько даже у меня не поверишь сколько у тех людей которые ждали этого эфира потому что они надеялись и верили и все меня тряски ну когда же когда и вот наступил этот день x и сейчас сейчас я постепенно начну тебе озвучивать весь этот список ну первое и основное не будет никакой редакторской составляющей нет а без цензуры если ты об этом абсолютно без цензуры ты о чем больше всего переживаешь какой вопрос тебя больше всего может смутить ну-ка давай от противного да нет на самом деле я сам знаний костя может немножко пошатнуть как бы вот эти вот твой баланс внутренний мне кажется сейчас уже неважно невозможно никакой баланс пошатнуть мне кажется у всех уже такой горизонтальный баланс на диване последние два месяца первое замечание первое основное которое мы уже видим что как был апгрейд произошел ты сейчас не находишься на кухне то есть получается все тревожные как бы симптомы которые на которые может указывать свое присутствие на кухне они в общем нивелированы правильно да да я решил что лучше быть ближе к дивану поэтому сегодня переместился в комнату на диван ну правильно как бы это совершил такой апгрейд так с этим разобрались потихоньку конечно очень взбудоражила аудиторию твоя вот эта вот история про пончики маффины и все вот эти вот сладости сласти короче у меня новый проект ребят я сегодня озвучиваю прямо в облане с кости потому что ну как бы тема очень актуально поваренная книга рецепты от музыкантов и на последней странице будут конечно же десерты ну и сейчас у нас главный кондитер наши нашего цеха так сказать музыкального мои эксперименты с маффинами и прочим немножко как приостановились это что это конец да первый первый месяц было весело сейчас уже так надоело и как-то и и вообще опасно мне кажется опасно сейчас экспериментировать с маффинами потому что если вдруг скоро все-таки надо выходить надо как-то влезть в одежду вот знаешь как бы на самом деле вот я смотрю что а ты там вообще питаешься ты кушаешь я же говорю похудел как-то это тревожный сигнальчик вот маффины ушли с твоей жизни так в общем сейчас перейти на пп насколько это возможно правильное питание но с периодическими срывами как раз в неделю но в принципе но в общем рецептика пожалуйста в личку потом я это публикую в общем большой большой онлайн книги потому что ну я же говорю собирают бесценную подборку карантинных блюд так сказать вопрос еще один связи с тем что как бы ну говорю вот это кулинарные шедевры наши постоянно пополняются вот кость ну ты как любитель интерактива ну ты как бы такой в общем то действительно игрок вот смотри я тебе предлагаю здесь в онлайне как бы образно приготовить но не совсем блюдо но нечто такое что носит название коктейль карантину вот если бы это был коктейль какие бы там были ингредиенты алкогольный коктейль или без алкогольный хорошее замечание ну давай для детей и для взрослой аудитории да не знаю но есть для взрослой аудитории я вообще не фанат каких-то различных алкогольных смесей вообще мне мама всегда говорила что смешивать плохо потому что потом и голова будет болеть и вообще нужно пить максимально чистый продукт ну а там уже кто что любит кому вино кому коньяк то есть я правильно понимаю коктейль карантина это может быть просто что-то одно в чистом виде в твоем понимании лучше что-то одно лучше лучше не портить не портить не смешивать без алкоголя ну допустим ладно а вот что касается детской аудитории детской аудитории слушай ну не знаю ну что не знаю что любят дети сейчас смузи может быть хотя бы для здорового образа питания жизни не знаю я просто так не люблю эти смузи все я помню мне есть такой гилти пляжа молочный коктейль в макдональдсе вот это вот раз в полгода можно да слушай а вы мороженое ты любишь мороженое да люблю но сейчас на карантине не потому что мне кажется сейчас ешь мороженое начнешь кашлять начнешь накручивать себе нет на самом деле мороженое любое на самом деле кроме фруктовую не люблю фруктовая а вот это замороженный сок тоже не любишь кто вылет все нет пломбир там вот карамель шоколад сюда я помню когда-то много лет назад барселоне и там потрясающее было мороженое с базиликом вот вот это было прям то что надо хорошие воспоминания но у нас такого изысканного продукта ищи свищи просто его нет как вида ну я думаю вот из нашего кстати очень вкусное мороженое коровка из калиновки я думаю некоторые зрители эфира меня поддержат определенные вот правда очень вкусно ну это сейчас такая скрытая реклама ребят ну это скрытая реклама да я просто на самом деле губернатор краснодарского края проплатил ну ты знаешь костя это нормально что каждый топит за свой край за свой регион как бы особенно в это непростое время мы понимаем когда бизнес нуждается да локальный как сейчас знаете в яндексе высвечивается там поддержи именно местного производителя локальные рестораны локальную доставку ты знаешь кстати если бы допустим твоим персональным спонсором стала бы коробка из калиновки это было бы нормально в общем то я бы я бы это поняла я бы это поддержала но это был бы такой креативный подход потому что говорят что сейчас вот все топятся какие-то нестандартные сочетания ну вот например лофт филармонии санитайзеры я навекаю всем санитайзером чтобы меня поддержали например там не знаю какие нибудь еще термометра тоже можете привет мне нужна как раз поддержка извини кто-то кто-то написал если есть на свете рай это краснодарский край еще скрытая реклама краснодар и пишет скорее всего да ребят ну правильно мне кажется учитывая что границы захлопнуты наверное сейчас вот курортный сезон действительно пройдет у многих краснодарском крае ну если он вообще хоть где-то пройдет это будет большой успех тут вы хотя бы до ближайшего парка так сказать сюда идти добежать потому что моя сейчас голубая мечта это чтобы открыли хоть что зеленые какие-нибудь зеленые районы вот чтобы хотя бы увидеть эту зелень потому что так обычно проходишь грустно вдоль забора и так только заглядываешь как там где-то хорошо а кстати вот у тебя какие любимые зеленые районы москвы у тебя парки любимые москвы да не знаю даже так но я очень люблю вообще бульварное кольцо именно вот все эти скверы которые вдоль бульварного кольца идут а если именно парке вот наверное хотелось бы парке горького может быть на велосипедах покататься вот сейчас что-нибудь такое но я надеюсь что это не за горами и это активность скоро расхлопнется будем надеяться на лучше кость ну давай вернемся к реальности к нашей онлайновой реальности опять же из того что было недосказано но как там учеба поживает вообще то есть от сейчас уже финишная прямая да ну я должна была задать этот каверзный вопрос но я вижу по той молитве что ты не хочешь отвечать но придется так что же с прошлого эфира я достиг определенных успехов я дописал свой диплом наконец-то многострадальный вот и в принципе действительно уже на финишной прямой осталось какие-то последние зачеты и уже собственно предзащита защита диплома то есть получается что уже вот и в риторике у тебя уже высший как бы высшая ступень мастерства да по всей видимости взята ну да риторику я сдал ну понятно ну просто как бы этот онлайн он должен это либо опровергнуть либо подтвердить ты же ты же понимаешь что у меня как бы тут свой как бы отбор и свой челлендж каждый раз хорошо а то что касается вот вообще конца конца когда у вас выпускной в аспирантуре вот меня больше всего волнует как в каком формате вы будете проводить и вот насчет этого я кстати не знаю мне кажется а в аспирантуре вообще бывает впускной ну официально как бы он на самом деле его не бывает мы всегда подмазывались под пятый курс который у как у которого бывает вот и было очень весело ну и кроме того есть такие энтузиасты на каждом курсе не знаю как на вашем у нас были такие люди которые устраивают эту движуху то есть ну по любому там дискач не дискач отметить хотя бы символически ну возле чайковского проораться что мы молодцы ну что нибудь такое но у вас видимо этого не будет у вас будет зум конференции скорее всего наверно да наверно через microsoft teams мы будем отмечать есть такая чудесная платформа но мне почему то кажется что это незабываемые впечатления ты понимаешь вот ты как-то не видишь в этом позитива но но ведь совершенно очевидны плюсы ты уже находишься дома то есть ты можешь как никогда отмечать до конца если ты понимаешь о чем я прямо до самого конца я как раз таки отмечаю все плюсы того что я заканчиваю из дома потому что мне кажется если бы сейчас не было такой ситуации я бы свой диплом наверное не дописал вот а так ну у тебя серьезнейший труд на самом деле самуэл барбар очень серьезный да самуэл барбар у меня но не знаю насколько серьезнейший но можно сказать что редко редкая тема потому что когда я писал практически никаких русских источников литературы статей и найдено не было и потому что принципе практически нету исключительно англоязычные исследования книги статьи ну тогда переходим на английский сейчас да во втором часе онлайн я так понимаю я пока сидел все переводил я уже это немножко у меня такое отторжение пошло к английскому да ладно а я вот как раз уже думаю ну вот как раз сейчас хайпанем второй час пойдет опа переключились дальше пошли по всем тем уже на инглиш и для англоязычной аудитории чтобы расширить так сказать круг иначе зачем мы здесь с тобой сидим ну да потом а потом будем вставлять кто на каком языке знает разу будет говорить совершенно верно но у меня я боюсь прибавится еще по крайней мере один точно вот и ты можешь меня есть позырь в рукавах в обоих причем ну ясно нет значит хорошо давай так давай теперь пройдемся опять вернемся к вопросам от наших постоянных читателей подписчиков надо все таки как-то с людьми понимаешь иметь обратную связь нельзя же только между собой общаться просто некрасиво так вот был упомянут пассажир на твоем так сказать персональном не побоюсь это слово титанике самоизолированном у тебя там есть кактус у кактуса должно было появиться имя прописка смелс паспорт как зовут твой кактус даже у меня нет всех этих документов госуслуги все так же виснут нет имени не появилось но я уже неделю собираюсь купить горшок чтобы пересадить этот кактус потому что он очень маленьком горшке мне кажется он скоро не выживет в нем его нужно такую он в однушке его нужно в двушку пересадить а кактус случайно как бы не дал какие-то побеги там или ну то есть ты же постоянно с ним общаешься понимаешь у вас такого никогда не было взаимопонимания к сожалению ничего не дал я раз в неделю вспоминаю что его надо полить все таки вот но нет пока не зацвел пока никак но а вот уже дина подсказывает кактусу нужен друг я тоже так считаю что пора уже ему пару найти какую-то еще один кактус но но кактус другого рода или не другого их там на самом деле он как бы один но их там три таких сказать правильно не знаю не побега наверно как то у кактуса называется я не знаю как у кактуса это называется но я поняла три три таких маленьких кактуса в одном есть можно так сказать вот да хорошо понятно ну ладно нет цветы цветы и даже кактусы это не мой конек я помню у меня даже когда краснодаре дома какие-то стояли необычно все погибали рано или поздно я тебя прекрасно понимаю у меня тоже я его то заливала то наоборот он высыхал на окне а вот тут спросили девочка или мальчик но я понимаю что ты не знаешь что как бы это кактус кактусы есть это нужно спросить у тех кто принес этот кактус в этот дом кто мне его подарил наверное они знают они кстати вот видел тоже здесь мелькали сейчас сейчас а сейчас они мелькнут так что мы с тобой сейчас не забудем то что они здесь да ребят ну пишите комментарии конечно мы их не читаем но ничего как-нибудь может быть хотя бы боковым зрением раз в пятилетку кость а вот вот смотри на заре midnight loft онлайн а тогда когда ты появился это был какой-то там очень 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 ранний эфир бородатый год это это был бородатый месяц я не помню какой это был месяц по моему это был апрель но это не точно значит смотри какая была ситуация очень много было названо сериалов фильмов ну ты просто вот знаешь мы поняли вот где ты где ты находишься вот именно по этой теме а сейчас вот ать и так получилось что ты сам стал участником сериала причем сериал который уже стал сиквелом то есть как бы ты уже даже вернулся понимаешь из одной серии в другую то есть это как бы что-то значит как твои ощущения тебе больше на это смотреть или быть главным действующим лицом нет конечно интереснее участвовать ну понятно что таить ну а ты чувствуешь как бы процесс соавторского то есть как бы что ты творишь историю вот сейчас здесь у всех на глазах ну я не знаю можно так громко говорить что я прям историю творил историю я к счастью ту которая сейчас происходит я не имею никакого отношения это все не я сделал и ты это говоришь после квартета на конец времени магических песен нет не верю это было это было до это было до ну так наколдовал на ванговал вот получаю интересно спасибо вот ты знаешь я просто почему как бы об этом заговорила потому что совершенно очевидно что в прошлом онлайне я как бы топила за ту позицию что музыкант он должен постоянно как бы расширять какие-то свои возможности помнишь да я постоянно пыталась тебя и чем-то вдохновить по этим онлайн опыта ну сейчас я с этим завязала потому что я вижу как бы улучшение а улучшение в чем ты тоже стал влогером на минималках чем я тебя поздравляю потому что когда ты записывал апрель чайковского ты в общем им стал как твои ощущения как твой опыт первый нет ну не знаю на самом деле это был очень непростой опыт можно даже сказать целый квест был сделать эту запись но я думаю те кто видел обратили внимание что я сделал в наушниках и это не просто так потому что для того чтобы сделать эту запись пришлось немножко разобраться в технических возможностях инструмента найти в загромах свой старый телефон подключить к нему звук видео я писал с другого телефона скачал какое-то приложение через которое я все это нарезал и свел такие новые скажем так навыки были приобретены ну и как бы ты собираешься с этим завязать или как бы продолжать развиваться в этом направлении тоже нет ну завязывать я с этим не буду как бы планируется еще пару таких опции вот пишет теперь уже надо май записывать и июнь сразу тоже записывать потому что июнь август нет на самом деле сейчас да можно минутку рекламу потому что вот смех смехом на самом деле меня попросили сделать эту запись из какую-нибудь пьесу времен года чайковского а я так уж вышло что никогда не играл ни в детстве ни какие-то юношеские годы никакие пьесы времен года ну как-то так мимо меняет прошло вот но в итоге теперь я вот сейчас доучу времена года и планирую их записывать ну в смысле не таком же формате 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 на диск нет надеемся потому что может быть как бы и бэкстейдж ты запишешь тоже в том формате как бы ну для такой для узкой аудитории для своих так сказать ну вот да два варианта записи одна как бы такая из дома одна на диске но между прочим ты будешь самым модным понимаешь таким самым вот таким крутым человеком который почувствовал дух этого времени такой сайт гайз байчайковский ну ну не иначе я я правда так думал но понятно так понимаешь дело то что вот ты уже упомянул что тебя попросили и вот я немножко в курсе как-то краем глаза видела такую ссылку где мы там все в общем как-то пытались какие-то придумать почтовые адреса но чтобы проголосовать там правильно уже не попадали пальцем правда в правильном опыте там было столько людей короче ты выиграл ты выиграл это онлайн голосование да всем всем большое спасибо кто голосовал если такие есть и те кто смотрит я несколько человек я точно знаю что есть ну это они могли тебе так сказать на самом деле ну короче говоря ты выиграл я тебя с этим поздравляю во-первых а во вторых мне очень любопытно ради чего как бы столько было стараний со стороны аудитории что что ты выиграл а ну собственно поскольку я выиграл вот это скажем так голосование у меня будет в июне интервью для журнала музыкальная жизнь и буквально и будет эфир в радио на радио россии эфир кстати я пока правда не знаю точно когда он выйдет но наверное ближайшее время может быть даже на следующей неделе я как-то там сообщу повешу ссылку будет эфир на радио россии передача будет как раз посвящена чайковскому и его юбилею и там немного будет тоже конкурс чайковского поскольку раз год примерно уже прошел все будет все будет посвящено чайковскому очень здорово очень здорово но мы будем ждать и обязательно напоминаем вот я на своей странице тоже повешу вам напоминание вот чтобы вы ни в коем случае не пропустили ну хорошо с этим как бы более или менее понятно непонятно только мне остается по-прежнему почему столько прошло времени а до сих пор нет твоей ссылки на youtube вот этого я вообще не понимаю это мой косяк обещаю справиться ближайший век я негодую просто я негодую вместе со своей аудиторией которая мне 10 раз уже задала вопрос а почему вот с прошлого онлайна ничего не поменялось ты же понимаешь ты меня подставляешь я просто хочу сначала загрузить новые видео в youtube и потом уже повесить ссылку вот ну что мешает ну не знаю лень на карантине нет нет обещаю все даю честное слово все сделаю и справлюсь и вот ты знаешь я сейчас сыграю сама с собой в рубрику как бы подписчик на час если ты понимаешь о чем я да есть опция как бы муж на час подписчик на час я как бы от лица всех подписчиков задам тебе еще один вопрос который беспокоит аудиторию реально когда ты выложишь какой-нибудь кусочек например концерта или бэкстейджа вот куда нибудь в инстаграм например люди уже соскучились когда бэкстейдж сейчас проблематично выложить потому что бэкстейдж только домашний ну из прошлых так сказать за прошлые заслуги то есть например из твоих поездок сколько у тебя всего было потрясающе на самом деле просто я столкнулся с таким что есть действительно записи не сказать в хорошем качестве которые я хотел бы выложить но к сожалению в нашем мире так бывает что иногда авторские права не принадлежат исполнителю вот и тут как бы такая проблема касается некоторых наших известных концертных организаций и компаний которые занимаются трансляциями концертов вот но я нашел такой некоторый выход вот постараюсь в ближайшие дни подемонстрировать ну хорошо мы проверим какие-то фагменты не целиком просто но зарпозит хорошо а вот уже ты упомянул что ты доучишь собственно времена года уже нам так кратко анонсировал грядущий диск мы уже такие прям все затаились и ждем а вот что касается камерной музыки ну я вот очень хочу узнать что-то планируется ну конечно планируется помимо того что у нас юбилейный год Чайковского у нас еще кое у кого юбилейные мероприятия происходят а именно у Бетховена поэтому планируется конечно планируется точно я надеюсь что все будет хорошо и это состоится как раз скрипичные сонаты Бетховена вот и ну это я уже не знаю насколько камерная музыка планируется также в ближайшем сезоне тройной концерт Бетховена надеюсь что все это состоится и надеюсь что также может быть нас позовут и мы все-таки и в лофте выступим ну это все ты же понимаешь зависит как бы я так напрашиваюсь ну как бы продюсер обещает подумать вот подумать над этим предложением потому что мы тоже еще не знаем в каком формате будут у нас проходить концерты вот но конечно сама идея того чтобы реализовать допустим цикл Бетховенских сонатов скрипичных и виолончельных и все трио и даже прозвучала идея сыграть все 16 струнных квартетов господи это же гениально конечно конечно я очень хочу это реализовать и постараюсь всячески этому содействовать слушай Костя ну вот как трудоголик трудоголику ты мне скажи честно вот такой формат как автопати тебе знаком после концертов ну я уж не знаю может быть до концертов или во время или вместо я уж у кого как знаешь вместо пока что нет еще не заслужили вот после концертов да знаком конечно и собственно в лофте существует я не знаю надеюсь я сейчас не раскрываю какую-то страшную инсайдерскую информацию вот начнется отдельная регистрация на автопати в лофте и окажется что туда идет больше людей чем в лофт я шучу конечно ну у нас автопати дело в том что у нас не совсем по регистрации у нас как бы такая двойная двухуровневая аутентификация происходит у нас фейс-контроль во-первых и уже потом после фейс-контроля что принципиально уже потом идет регистрация на свободные места примерно так это происходит нет на самом деле я очень скучаю по формату и лофта и уж тем более автопати потому что конечно это возможность пообщаться вот те редкие минуты когда после концерта уже можно немножко снять стресс посидеть отдохнуть там эти не знаю час-полтора буквально вот душевно мне кажется что этой душевности сейчас не хватает да вот мы ее компенсируем да я с трудом пытаюсь вот ты все правильно понял здесь вот компенсировать буквально вот в этих вот окнах нет концерта но есть автопати то есть сразу как бы без какого-то культурного наполнения мы пропустили ненужное звено вот в этом и сразу к самому важному ну ты понимаешь а что вообще что самое важное в жизни понимаешь ведь это же ситуация в которую мы все попали вот без лишнего негатива она показывает нас такими какие мы есть вот ну как люди да то есть у нас у каждого есть профессия да которой мы очень гордимся которая является ну частью нашего существа абсолютно причем такой как бы значимой частью но помимо этого уйти что-то еще и соответственно вот у меня к тебе такой вопрос ну животрепещущий вот будучи сейчас абсолютно отрезанным от этой концертной деятельности ну вот как ты себя ощущаешь ну первые несколько недель первые пару недель скажем так в принципе было нормально ну как такой можно сказать некоторый перерыв вот в этом постоянной постоянном цитноте и в этих дедлайнах но сейчас вот последнее время как-то уже как говорят все выспались и прям вот ловлю себя на мысли что хочется вот прям вернуться в этот график хочется снова куда-то не успевать лететь нестись опаздывать вот прям не хватает вот этого драйва я тебя прекрасно понимаю и почему-то мне сразу в голову пришло вот я не знаю просто я это увидела обычно когда вот мы встречались в этом цитноте в Ямахе как бы я по своим делам там ты за роялем там еще что-то вот и я себя ловила на мысли что вот уже при виде как бы тебя и твоей целеустремленности все срочно причем меня включают тоже туда же все срочно шли заниматься то есть на людей производишь исключительно такой эффект и мне надо идти преподавать тогда срочно нет серьезно ты даже мог ничего не говорить вот уже сам факт того что ты там значит все-таки все пора заниматься время есть но на самом деле как бы в чем фишка фишка в том что вот в этих окнах может быть даже впервые за все вот как бы наше общение я себя ловлю на мысли что сейчас у меня такой мысли нет то есть как бы я не знаю плохо это или хорошо это значит что у меня уже на лице читается что заниматься не надо уже все нет ну что ты нет абсолютно не так кость ну вы все-таки будучи артистом мы тут еще затрагиваем музыкальные темы я знаю что ты очень не любишь когда я тебе задаю музыкальные вопросы я угадаю эту мелодию стряхну ну нет не то как ты поступила в музыкальную школу нет не думай не надейся этого вопроса не будет вопрос очень серьезный вот смотри мы артисты да и у каждого свои какие-то отличительные есть качества характеристики мы очень разные ну что-то нас конечно связывает вот для тебя быть артистом быть музыкантом быть пианистом что же самое главное вот как качество вот ты в себе как бы да вот культивируешь именно ты сам ну наверное не знаю я не раз об этом говорил это честность именно когда ты выходишь на сцену и честность по отношению к себе конечно по отношению к авторам которых мы играем это самое главное наверное по отношению к публике но вот эта честность она уже в себя включает и самоотдачу и ну действительно как-то не халтурить не не играть на автомате не всегда максимально стараться честно подойти ко всему честно и с полной самоотдачей хорошо я копну глубже а какими человеческими качествами нужно обладать для того чтобы вот это все реализовывать что самое главное здесь я не знаю но я могу говорить только за себя потому что к счастью наверное сейчас такое количество различных музыкантов и артистов и все абсолютно разные и каждый наверное для себя видит как самое главное что-то свое но лично для меня важно все-таки ну не знаю у нас все-таки мы не актеры мы не оперные певцы и мне кажется в нашем случае наша задача именно транслировать музыку сам и поэтому вот иногда нужно как-то не стараться именно выпячивать себя то есть и то есть какое-то именно свое эго исключительно пытаться показать себя как артиста мне кажется вот мы именно вот такие исполнители инструменталисты наша цель именно все-таки как-то доносить именно чистую музыку мне кажется вот вот мне очень ценно я когда был на каких-то концертах в своей жизни если это были действительно какие-то концерты выдающиеся которые на меня произвели какое-то впечатление я ловился на мысли что в какой-то момент я не думаю об артисте то есть об исполнителе пианисте скрипаче или если это ансамбль какой-то я вот слушаю музыку я не думаю о том кто это играет то есть действительно я вот именно слушаю что вот это вот акустическое какое-то событие которое производит на меня какое-то впечатление я это слушаю я не думаю именно об исполнителе ну лично для меня это очень ценно то есть и наверное самое ценное но при этом я понимаю что многим людям нравится смотреть и слушать совершенно иной там подход какой-то и есть артисты которые действительно и иногда действительно тоже производят какое-то большое впечатление я не могу их осуждать но мне лично ближе вот такой подход это как бы моя версия игры мои правила игры скажем так ну у тебя хорошие правила игры я полностью поддерживаю мне это не диссонирует но я еще глубже пожалуй спущусь еще на один уровень ну чисто практически как бы такие ну не то чтобы советы рекомендации лайфхаки вот что работает в этом во всем то есть понимаешь нужно иметь ну вот я как говорю мы все там где-то конечно в парящих материях в известной степени но ведь нам нужно но это говорят люди которые не знают что это на самом деле такое да вот в том-то и дело ну раз ты так все хорошо понял без моих слов продолжу ну самое главное вообще это я помню было интервью Валерия Писаловича Гергиева у Познана и Познан спросил какое самое главное качество Валерия Гергиева и он сказал концентрация вот мне кажется самое главное на сцене это концентрация то есть другого не дано то есть вот насколько ты умеешь себя именно собрать в данный момент сконцентрироваться на том что ты делаешь что происходит от этого это 90% от этого зависит понятно ну хорошо а вот допустим если говорить о мотивации о самомотивации что тебя мотивирует больше всего ну только не говори дедлайн потому что это просто очень очевидно я могу это угадать эту мелодию с одной ноты да да ну это всех мотивирует конечно что мотивирует да не знаю это всегда какие-то разные могут быть вещи иногда например какое-то произведение которое тебе давно хотелось сыграть или вот сейчас тебе очень хочется его сыграть то есть прям вот как-то оно все внутри тебя варится и ты об этом думаешь хочется вот действительно так сейчас секунду да пропал звук на какое-то время и мы самое интересное не услышали да и вот так вот на самом интересном месте да так бывает на самом интересном месте как обычно да кто-то кому-то позвонил ну да надо выключать сигналы перед онлайном ну друзья у нас все интереснее и интереснее потому что видите как юмор юмором а серьезные темы имеют место быть потому что ну что ж музыканты остаются музыкантами ничего не исчезает так говорится а вот и Костя о надо же не подгружается что мы будем делать сейчас придется мне в сольном формате заканчивать ну что кто-то позвонил нет никто не позвонил у меня почему-то наушники отключились ну ничего страшного я в наушниках поэтому я думаю не будешь сейчас секунду я переподключу просто ну насчет мотивации это было конечно прикольно он сейчас пока переподключает Костя свои наушники у нас опять все висит а вот слышно слышно да слышно а тебя слышно да мне слышно но без технического сбоя было бы неинтересно а то что такое все на свободный трафик а вот еще один технический сбой что ты будешь делать ну ничего пятый сезон комом не выдерживает не выдерживает нагрузку все теперь слышу хорошо я бы сказала не выдерживает напряжение я бы перефразировала Кость ну с мотивацией более или менее понятно хотя мне кажется что ты не договорил можешь договорить если хочешь ну с мотивацией да на самом деле мотивацией может быть что угодно это всегда какие-то разные абсолютно факторы играют но самый такой приятный мотивирующий фактор конечно действительно вот как я сказал самый работающий это когда вот тебе что-то прям вот очень хочется знаете как говорят глаза горят вот прям настолько я хочу сыграть именно эту программу это сочинение и вот даже если короткое время там маленький срок но я все равно вот не настолько хочу его сыграть это конечно самый большой самый лучший мотиватор понятно ну тут нам написали что про честность вообще я заслушалась правильные вещи такие хорошие ну не томите про мотивацию ну про мотивацию мы уже ответили ну что Костя продолжим еще немножко о музыкальном а то что мы тут смеемся да смеемся надо и в серьезных вещах говорить ты знаешь вот ты затронул тему что когда ты слушаешь хорошие концерты забываешь какой именно сидит артист и ты играешь да то есть как бы сама музыка она тебя поглощает так а что же для тебя музыка вот для тебя лично когда ты ее транслируешь сам это очень трудный вопрос на который мне кажется если начинать отвечать можно просто дипломную работу написать отдельно для того не хватит ну я не знаю ну музыка это все-таки настолько с одной стороны это объективно с другой стороны настолько субъективно но ну лично как будто ну вот мне кажется что самое ценное в музыке это как раз то что невозможно объяснить словами когда вы знаете наверное если бывало когда слушаешь какую-то запись или слушаешь концерт живой и бывают такие моменты когда вдруг знаете как будто мурашки побежали вот говорят то есть и ты это как бы не можешь объяснить то есть вот такое вот ну может быть там могут как-то физики там акустики это объяснить какие-то вот волны как-то это влияет реверберации но вот вот самое ценное это именно уловить какие-то эти интонации которые вот вот бывает такое что они прям цепляют за живой за живой или ты сидишь и вот у тебя прям такой эффект вау там и это обязательно и вовсе не значит что какой-то там не знаю церковой номер исполняется на инструменте но это бывают именно какие-то вот самые затаенные самые сокровенные иногда моменты в исполнении и ну мне кажется самое ценное самое ценное это когда ты находишь вот такой момент что тебе ты сам очень органично начинаешь чувствовать какие-то вещи какие-то интонации какие-то фразы потому что бывает такое что вот ты как бы вроде бы понимаешь как ты должен здесь делать вот что-то делаешь но чувствуешь что вот как бы вот что-то оно искусственно несколько происходит но вот когда наступает момент что действительно вот чувствуешь что это как-то органично все происходит естественно абсолютно тогда вот это наверное самые ценные моменты и наверное такие такие моменты и зал и публика это все чувствуют и слышат и ну по крайней мере хочется верить в это и что надеяться ну это мы можем спросить у твоих замечательных слушателей вот ну я скажу что вторая часть сонаты Брамса да вторая часть сонаты Брамса как раз это такая музыка в которой да могут случиться такие моменты при удачном стечении факторов третий сонат Брамса наверное имеют ввиду третий сонат Брамса вторая часть сейчас допишут ну хорошо и давай уже закроем как бы вот эту вот тему все-таки людям интереснее ящик Пантора да я так чувствую что просто ты уже теряешь терпение но все-таки я вижу как ты мучаешься но давай давай надо это интенсивная терапия все-таки надо потерпеть вот скажи каждый выход на сцену это выход из зоны комфорта для тебя или нет или это такой органический как бы такой для тебя нормальный процесс абсолютно то есть вот ты трансформируешься скажем так пока ты идешь или все-таки ты выходишь из зоны комфорта нет нет ну конечно это выход из зоны комфорта безусловно потому что и волнение и адреналин это нельзя назвать такое сценическое состояние зоны комфорта безусловно ну есть конечно люди которые наверное вообще никогда не волнуются я даже знаю пару таких вот кто вот абсолютно не волнуется но для меня это загадка потому что я не знаю какими нервами канатами и какой вообще нервной системой надо обладать чтобы абсолютно не волноваться на сцене конечно бывают такие концерты когда ты волнуешься но ты выходишь и ощущаешь себя более комфортно естественно но бывают такие концерты когда ты выходишь и прям вот это совсем не зона комфорта такой прям драйв идет. Вот тут нас похвалили с тобой, я не знаю, но, видимо, тебя по большей части. Вам бы продолжить традицию эфиров, а нет, наверное, мне, а может быть и тебе, ты тоже можешь вести уже мидный флот онлайн, мне кажется, у тебя уже опыт появился. Вам бы продолжить традицию эфиров, хотя бы раз в месяц так встречаться и обсуждать, что случилось в музыкальном мире, да. Кто эти люди? Ну, я не знала, кто эти люди. Видишь, мы опять с тобой неизвестные и неинтересные собеседники. Ну, вот так всегда. Ну, Кость, такой вопрос, конечно, чисто моя надежда, тире, не знаю, тире полнейшая безнадега. Ну, я-то, конечно, подготовила тебе вопросы, да, то есть я просто знаю, чем с тобой можно интересно поболтать. Ну, а ты-то, ты-то что прогуливаешь? Ужели у тебя нет вопросов ко мне? Вопрос? Ой, какой поворот. Ну, у нас же сиквел, все продолжается. Да. Ну, тогда я вашим же оружием буду. Что поменялось в вашей жизни с прошлого эфира? Насколько вообще ощущение себя в это время изменилось? Какие новые челески? Интересно это знать. Вы сами начали, так что все, давайте. Ну, я, пожалуй, отвечу позже на этот вопрос, когда... Не, ну, я могу ответить на этот вопрос. Много чего изменилось, и на самом деле я жила по какому-то своему предыдущему сценарию, то есть я люблю структурировать свое время. Просто есть такой лайфхак, что когда не можешь поменять глобальную ситуацию, кажется, что ты уже просто в каком-то забитом, замкнутом, я не знаю, пространстве, и тебе вот уже, вот просто уже голова не выдерживает, нужно пойти другим путем. Нужно психологически просто с собой договориться, сказать, что все, что ты наработаешь сейчас, за это ты потом себе скажешь спасибо уже в реальности, в будущем, и стараться не терять это время. То есть я пошла путем как бы продвижения и создания нового, и, собственно, вот я запустила подкаст сегодня, кстати говоря, пробный по арт-менеджменту, ну, я не знаю, видел ты или нет эти ссылки, там, обновления, но, в общем, идея в том, что люди задают очень много вопросов по части арт-менеджмента, арт-маркетинга, и настолько много, что уже отвечать в личные сообщения, но просто уже нет никакой возможности, я решила создать портал, посвященный этому. То есть это как бы не формат лекции, это такой интерактив, который, в общем, как бы совмещен с обучением, то есть обучение может быть в удовольствии, идея в этом, и курс называется менеджмент на диване. Ой, это мне очень подходит. Любой формат обучения на диване мне очень нравится. А ты любишь подкасты, кстати? Подкасты, ну, если они на диване, ну, мой подкаст на диване, да, и причем, как бы, неофициальное рабочее название Алиса ФМ, ну, я думаю, ты догадываешься, почему. Ну, да, да. Ну, фишка этого проекта в том, что абсолютно каждый человек может задать мне вопрос, ну, вот тот, который его интересует, ну, по части арт-менеджмента и... по части арт-менеджмента и арт-маркетинга специально для тебя уточняю. Вот. Ну, я на него отвечу очень развернуто, как бы опираясь на собственный опыт, на опыт, как бы, своих коллег, своих оппонентов, вот, на опыт лоб в филармонии, не только. Ну, то есть, как бы, такой, знаешь, играющий тренер, то есть, как бы, человек, который, в принципе, и ручками что-то может, вроде как, ну, и может преподать пару рук. И ножками. Ну, ножками, вот сейчас мы сражаемся за ножки, Кость, спасибо, что ты напомнил. За ножки мы сражаемся ежедневно. Но все-таки это должно было произойти. Вот ты хотел, чтобы эфир был веселый? Он веселый. Я слишком смеяться телефону. Да. Ну, в общем, короче, вот как-то так. Ну, мне кажется, я ответила только на одну четверть твоего вопроса, но чтобы не томить публику, потому что я могу выступить в любой момент в сольном формате, и, кстати говоря, я могу сходить к тебе в гости онлайн, ну, как бы, и ты не будешь задавать вопросы мне просто вот так вот, перманентно отыграешься, так сказать. Ну, у меня нет такого опыта просто. Ты знаешь, ну, это легко сделать, как бы, просто ты можешь заготовить вопрос, я подсказываю, как это можно сделать, вот, и читать их. Хотя, кстати говоря, вот у тебя уже какой получается по счету онлайн? Ты же ходил в разные онлайны и много чего рассказывал, что-то интересного, да. Четвертый, подожди. Да, четвертый, четвертый, по-моему. Четвертый. Понятно. Значит, следующий будет юбилейным. Ну, если не считать онлайнов по риторике, собственно. Ну, как их можно не считать? По аспирантуре, да. Ну, там раз в неделю двухчасовой онлайн, вполне себе. Кость, ну, тебе риторика не дает покоя, я понимаю, что ярко-ярчайшая личность на небосклоне, но, хорошо, я задам вопрос, который косвенно этого касается. Вот смотри, ты как без пяти минут заканчиваешь уже аспирантуру, я думаю, что можно тебе такой взрослый вопрос задавать. Что бы ты добавил в общий курс консерватории три опции? И три опции, которые бы ты убрал из аспирантура? Опа! Слушай, ну это я еще не закончил сейчас. Я вот назову три опции и не закончу. Кто-нибудь посмотрит? Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ну, давай начнем тогда добавил, может быть. Давай. Я бы ничего не добавлял. Я бы только убирал. Ну, нет, нет. А что бы ты убрал? Ну, есть там некоторые предметы, которые не касаются, скажем так, ни исполнительства, ни вообще музыкальной составляющей, какой-то общекультурной, более такие... Ну, менеджмент, например, убираем, да? Менеджмент? А у тебя его и не было, или был? Был, был. Что, был? Нет, у меня был, был. Нет, я имею в виду такие предметы, которые связаны с какими-то... Но, с другой стороны, я понимаю, что, наверное, это нужно. Кому-то это нужно. Учимся правильно заполнять, скажем так, журналы и вот это вот все. Если звезды зажигаются, это кому-нибудь нужно, ну, естественно. Да, это кому-нибудь нужно, но, конечно, хотелось бы это убрать. Но, с другой стороны, наверное, это может пригодиться действительно. Не знаю. Не знаю. Я бы не то, чтобы убрал какие-то предметы или добавил, может быть, просто поменял формат каких-то именно. Вот пишут, что БЖ бы сейчас пригодился. Ну, наверное, да. Я бы, может быть, поменял. Может быть, формат именно, как в каком формате происходят некоторые предметы и преподносится материал. Может быть, где-то больше каких-то практических вещей, да, вот чтобы нас учили именно делать маски, там, шить перчатки, да. Но, не знаю. Ну, не знаю. Но, наверное, ты меня поймешь, что в аспирантуре, вот что больше всех, как бы всех, кто там учился или учится, что тяжелее всего дается, это именно заполнять бумаги, вот вся эта, скажем так, бюрократическая составляющая, все эти отчеты, бланки, журналы, вот это вот все, конечно. Вот хотелось бы, чтобы был какой-то специально обученный человек, который этим занимался. Отдельный такой факультет сделать в консерватории, заполнитель журналов и бланков. И пусть там учат его, как-то все заполняют. Ну, а и все, то есть как бы это конец, да, больше нечего добавить. Было бы прекрасно, если бы каждый мог выбирать себе предметы, как в европейских вузах. Ну, тогда бы мы вообще, мы бы Костю не увидели даже на интервью, что издевается, что ли. Смеетесь, что ли. Нет, ну, наверное, да, наверное, кстати, ну, это, в принципе, такой западный подход к обучению, когда выбираются какие-то предметы, нет какого-то обязательного курса, но я, в принципе, не... Мне кажется, в принципе, наша система образования, в которой вот дается иногда много того, что, кажется, нам не нужно, это на самом деле хорошо, потому что хоть какой-то не вот такой вот кругозор, что вот только вот музыкальная литература, и все как-то формируется более какие-то... целостная личность, наверное, по всем каким-то параметрам. Ну, и понятно, что есть какие-то предметы, которые как формальность какая-то, то есть действительно все просто приходят, чтобы сдать зачет, получить там оценку на экзамене. Ну, понятно, ладно, бог с ними, бог с ними, это уже как бы их дело, там, что с ними происходит. Просто было интересно, потому что многие начинают добавлять, кто-то начинает убирать и говорит, что типа давайте вообще оставим один предмет. Но знаешь, всегда любопытно, потому что с каждым курсом, ну, с каждой литератой... Один предмет я бы точно не оставлял, потому что все-таки как можно убрать камерный, как можно убрать концертмейстерский, историю музыки, теорию, но это нельзя убирать. Ну да, понятно. Слушай, а то, что касается вот обычной реальной жизни, вот, кстати говоря, быть музыкантом, в принципе, это в известной степени быть таким вот экстремалом. И хоть ты говоришь, что это не относится к крепким нервам, то есть нервы как бы должны быть как канаты, но не у всех они такие, да, или в любом случае это как бы какой-то, ну, не знаю, процесс трансформации, и ты все-таки переступаешь через себя в известной степени. Но вот если забыть об этом, обо всем, вообще экстремальные, допустим, виды деятельности, то есть виды спорта, например, это тебе присуще, нет? Ты экстремальный человек сам по себе? Ну, я не могу сказать, что я очень экстремальный. Иногда мне, конечно, хотя у меня есть вот такая мечта прыгнуть, я забыл, как они называются, когда прыгают с каких-то высоких, либо с моста, либо с высоких небоскребов, джампинг, вот, банджи-джампинг, помню, это называется. Когда на веревках, на таких типа резинках? Да, 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 когда тебя, да, на резинке тебя вот так фиксируют, и ты как бы прыгаешь в пропасть, вот у меня есть большая такая мечта однажды прыгнуть. Ну, не знаю, когда я это осуществлю, как бы, ну, вообще, иногда хочется, да, иногда хочется таких ощущений, но не так, чтобы, не знаю, с парашютом, допустим, я не готов прыгнуть. Это пока мне как-то... До такого я еще не дошел. Все-таки еще не так долго на карантине. Да? А когда ты уже созреешь? Это еще через месяц нужно, да, провести онлайн, чтобы понять? Может быть, может быть, да, может быть. Вот, а с банджи-джампингом я бы хотел этого прыгнуть. Ну, ты же понимаешь, как бы, пока что мы уверенно сидим, так что у нас сегодня полуфинал, полуфинал, а суперигра... Суперигра, она может случиться в любой момент, как говорится. Для этого хоть десятого сезона сериала тебе, я обещаю, ждать не придется, потому что бывают такие пациенты, они могут и не дождаться, знаете ли. Так вот, короче говоря, вопрос... Дальше у меня состоит очень интересная вещь. Вот смотри, будучи музыкантами, каждый из нас, ну, вот, может быть, может точно сказать, может быть, не точно, когда-то включался этот резерв, мы бы понимали, что да, я музыкант, да, как бы, я этим занимаюсь, там, это моя профессия, это мое призвание и так далее, и так далее. Но вот если бы не было этого включения, вот, давай так, рассмотрим два пути. Если бы ты был все равно творческим человеком, что бы это было? И если бы ты, допустим, был совершенно не творческим человеком, что бы это тоже было? Но ты подумаешь над этим вопросом, потому что, во-первых, он тяжелый, а во-вторых, у нас осталось 20 секунд, и мы перескакиваем в другое окно. Да? А что надо делать? Да тебе, во-вторых, ну, расслабиться и получать удовольствие. В общем, все, прощаемся, до следующего окна. Сейчас я загружу это дело в IGTV. Ребят, все, переподключаемся. Непростое дело стали эти онлайн, знаете ли, пока IGTV подгрузится, пока обложка как-то запустится, пока там у кого-то наушники подключатся, ребята, так вообще, как бы, наши полуночные форматы, они становятся реально-реально ночными. Но мы заново собираем нашу аудиторию, потому что обещали вернуться, конечно, возвращаемся. И первую половину вы уже можете посмотреть, она уже доступна. Вот. Костю возвращаем. Привет-привет. Всем доброй ночи, ребят. Очень рада, что у вас так много. Порядок? Да. Была целая вечность, чтобы подумать над этим вопросом. А какой вопрос, да? Да. А какой был вопрос? Я просто вижу в этих глазах, в которых написано просто SOS. Ну ладно, так уж и быть. Я повторю. Видишь, я вопрос вспомнил. Вопрос такой. Если бы ты был, вернее, если бы ты не был музыкантом, то есть как бы... А, все, вспомнил, да. Творческая личность и нетворческая личность. Ох, это годы берут свое, Костя, осторожно. Нет, на самом деле проще ответить, если бы нетворческой личностью, я бы пошел в медицинский. Потому что я, в принципе, собирался... Нет, не хирургом, но у меня, в принципе, был выбор поступать в музыкальное училище, либо продолжать учиться, заканчивать 11 класс и идти в медицинский. Потому что мне, как всегда, было хорошо с биологией, с химией. И поэтому тут, если бы не музыка, то медицина. А если творческих профессий, трудно сказать. Может быть, художник? Ты хорошо рисуешь? Нет, ужасно рисую просто, как курица лапой, и почерк такой же. Поэтому точно не художник, но может быть, что-то связанное с кинематографом, не знаю, что-то такое. Но, опять же, не перед экраном, скажем так, а за объективом. То есть, может быть, что-нибудь такое, сценарист, режиссер, что-то из этой области. Но никак не актерская. О, ну, слушай, это наталкивает меня на еще как бы целый десяток добрых вопросов. Хорошо. А если сценарист, то что бы ты писал? Что бы это были за сценарии? Какого характера? Это были бы какие-нибудь абсолютно, мне кажется, психоделические сценарии. Вот. Да, это было бы что-нибудь такое очень артхаусное и что-нибудь очень жесткое такое. Мне кажется. Ну, а если бы ты был режиссером, то, как бы, соответственно, тебя больше привлекает как бы полный метр или короткий метр? Нет, ну, полный. Наверное, полный. Ну, либо можно было бы писать сценарий для сериала. Например, мне кажется, очень веселое занятие, наверное. Это, наверное, очень... Какое-то несоответствие. Вот сейчас ты, получается, как бы как актер в сериале, а тут ты говоришь, что вот если бы ты все-таки выбирал другую профессию, ты был бы за камерой, за кадром. Как-то не складушки тут какие-то? Ну, не знаю, нет. Ну, все-таки я же не вокалист, я не актер, то есть... Поэтому... Мне кажется, если бы я хотел именно как-то... Скажем, не знаю, как бы так помягче сказать, да говори как-то... Мне кажется, профессии как актеры и певцы, и танцоры, наверное, это все-таки ты именно себя демонстрируешь в первую очередь на сцене. А мы именно вот музыканты, инстименталисты, мы как бы на сцене, но мы стараемся вот то, о чем я уже говорил, не себя именно показывать в первую очередь, а именно музыку. Это немножко разные вещи. И мне лично в этом комфортно, потому что представить себя как актера на сцене я не могу. Ну, понятно, понятно. Слушай, а вот по поводу фотографий. Кстати, многие музыканты, я заметила, сознавались в том, что они получают особое удовольствие от того, что они делают снимки. Причем, кто-то говорил, ненавижу фотографировать людей, люблю пейзажи, люблю, не знаю, какую-нибудь гору там фоткать, не знаю, речечку, там травочку. Вот ты такое любишь? И что ты любишь фоткать, если ты любишь? Ну, я на самом деле не какой-то фотограф-любитель особый, вот, но людей я тоже не очень люблю фотографировать. Если уж на это пошло, то скорее какие-то пейзажи. Пейзажи какие-то архитектурные, достопримечательности. Для меня это интереснее, потому что фотографировать людей это всегда начинается вот это вот нет, перепотографирую здесь, там у меня там лицо кривое, здесь рука там куда-то там не туда загрнулась, и вот это начинается, 50 кадров, я это не очень люблю, вот, лучше какие-то такие молчаливые кадры делать когда-то, гора тебе не скажет, что там я здесь полновато, там здесь, я не знаю, что-то еще, поэтому не живую, то приятнее фотографировать. Ну хорошо. Менее проблемно, менее проблемно. Ты не любишь не любишь проблемы, так сказать, да? Нет, проблемы не люблю. Ну хорошо, но раз ты не любишь раз ты не любишь проблемы, они все равно как бы так или иначе происходят, потому что мы живем в мире людей, а значит проблем не спешит. Хотя знаешь, ну после такого чистосердечного признания я просто понимаю, что я обязана задать вопросы, которые, честно говоря, полностью против шерсти лично мне. Вот, Кость, ну если уже заговорили про вот эти вот горы и скалы, ты как вообще, любишь какой-нибудь кемпинг, там, не знаю, походы, вот этот весь экстримчик такого плана, ну то есть отдых на природе? Такое люблю, люблю, да. Очень люблю, и особенно именно горы. К сожалению, в последние годы это очень редко удавалось, вот. А раньше я помню, когда еще в училище, я учился, когда я приезжал домой, всегда летом мы ездили, мы на рафтинги сплавлялись, все-таки... Невероятно. Ой, звук пропал. Море, и... Можно и кемпинг устроить, можно и поход в горы, и я очень, на самом деле, это люблю. Но последние несколько лет возможности практически не было, и времени, чтобы этим заняться, но это всегда очень... такая большая перегрузка, именно перезагрузка для тебя и мысли и вообще всего. то есть для тебя вот именно это приемлемый тип отдыха, а еще какой-то... Допустим, люди часто сознаются, что, ты знаешь, вот я не люблю лежать на пляже, вот это вот вечным грузом, я там, не знаю, люблю путешествовать, ходить ногами по городу, там, исследовать какие-то новые местности, заходить в музеи и всякое-всякое всячино. Слышал, что я сейчас говорил или нет? Еще раз повторю, у меня просто опять что-то с наушниками. А давай ты не будешь просто их как бы надевать, это бессмысленно, все равно я сижу в наушниках, я думаю, фонить не должно. Нет, просто мне лучше слышно, сейчас... Подожди, попробую. Сейчас. У нас как-то сегодня много технических каких-то историй. Ну, ничего. Видимо, потом придется вырезать вот эти вот фрагменты из этого вечного сериала. Ну, да ладно, неважно. Знаешь, когда это технические какие-то сбои, это тоже так мило, потому что элементы бэкстейджа, элементы реальной жизни, видно, что это непостановочные кадры, а я это очень... Это абсолютно живой формат. Да. Так вот, Костя, я говорила о том, что, смотри, раз тебе нравится поход, кемпинг, вот это вот все, и это имело место быть в твоей жизни, опять все зависло. Почему-то, когда я начинаю говорить, все висит. Говори их, а ты давай. Все, ладно, все. Я сдаюсь с наушниками, я не знаю, что с ними не так. Давай так будем. Они не выдерживают моего онлайна, моей энергии. Они не выдерживают, абсолютно. да. Так вот, короче говоря, если говорить о походах и кемпинге, мы все поняли, такой опыт был, и тебе это нравится, это супер. А вот по поводу, допустим, там лежания на пляже или наоборот путешествия, то есть исследования новой какой-то местности, но вот именно в формате отдыха, не в формате цейкноты, что ты такой, так, у меня до самолета два часа, я успею в Прадо там, или там, у меня там, не знаю, час-полчаса, я успею Лувр за 30 минут посмотреть. Что-то не так. Что тебе близко? Обычно у меня именно так это и происходило, да, вот два часа до самолета, нужно успеть в Прадо. Вот, но нет, я на самом деле это все очень люблю, но я не очень, честно говоря, помню, как это все происходит, потому что это было когда-то очень давно, и неправда именно в таком формате, когда ты никуда не опаздываешь, но вот если говорить о пляжном отдыхе, именно лежать там, вот, не знаю, спать под солнцем, да, вот этот дзен, я, честно говоря, больше двух дней не выдерживаю, то есть там день-два это максимум, дальше я просто на стенку полезу, и поэтому не очень люблю такой формат. Понятно, понятно, ну, я тоже на самом деле не понимаю этого, то есть можно хотя бы два денька там отдохнуть, отлежаться, а потом, вот, потом обязательно нужно что-то такое, чтобы упало тебе в мозг и запомнилось. Потому что я тоже люблю галереи, люблю усталость в ногах, кстати говоря, это к вопросу, потому что сейчас этой нагрузки не хватает, я бы сейчас с удовольствием прошлась по какой-нибудь супер-галерее, ты знаешь, реально этого не хватает, ну, сейчас я бы в принципе, понимаешь, прошлась, я не буду этого скрывать, в общем, хоть куда-нибудь, но доживем до этого момента, не все сразу. Костя, ну, ты знаешь, вот формат Loft Philharmonia и формат Midnight Loft Online, ну, как бы это родственные форматы, как-то догадываешься. Однокоренные. Ну, да, у них есть что-то, ну, общее, в общем, наверное, это слово Loft, просто-напросто. Мы очень заботимся о своих участниках, как бы всячески пытаемся их поддержать, ну, ты не дашь мне соврать, это на самом деле так. И вот до такой степени, что вот мой креатив, он уже дошел до своего абсолюта, я долго думала, что самое главное вообще в жизни музыканта, знаешь, в жизни пианиста. И я решила в этот момент, ну, как бы в этот раз подумать на самом деле, взять как бы твою схему как рассуждение. То есть, ну, вот ты прагматик, а я вот, ну, не всегда, скажем так. И я решила мыслить, попытаться мыслить твоими категориями. И знаешь, к чему это привело? К чему? К тому, что я решила сделать такой, как бы, розыгрыш-лотерею. Ты любишь играть в лотерею? Ну, не знаю. Ну, я на самом деле азартный человек, потому что я стараюсь никогда ни во что не играть, но если у меня вот уже руки дошли, и тут я могу, кстати, рассказать очень веселую историю сейчас, очень такую... Давай. с одной стороны постыдную, с другой стороны очень веселую. Когда я учился в колледже, по-моему, это было на первом или на втором курсе, мне кажется, на первом, нам там приходила какая-то стипендия, и тогда еще не было, студентам не выдавали вот эти вот банковские карты, стипендия приходила на книжку. Нужно было каждый месяц идти в отделение Сбербанка, ну, знаешь, и получать эту стипендию. И банк находился прямо рядом с училищем. И однажды я со своими однокурсниками, буквально несколько человек, мы пошли в банк в какой-то день за стипендии, не помню, сколько там было, 700 рублей, по-моему. В общем, мы идем за этой стипендией, такие счастливые, подходим к банку, там какая-то очередь внутри, к окошку, и там висит такая какая-то лотерея, 100 рублей стоит, билетик, и написано, что главный приз квартира в Москве. Ну, там есть какие-то еще призы, там, из-за взряда, там, не знаю, 100 рублей выиграть, 1000 рублей выиграть, ну, и главный приз квартира в Москве. Ну, и мы такие, ну, ладно, что там, 100 рублей билетик, там, ну, была-не была, купили, значит, по этому билетику, и там нужно было монеткой сразу стереть, стереть, чтобы увидеть результат. Ну, мы стираем, естественно, мы там ничего не выигрываем, там, не знаю, максимум 10 рублей, а мы уже получили эту стипендию, и мы думаем, ладно, возьмем еще один билетик, еще по одному билетику. Взяли еще по одному билетику, и, в общем, это было абсолютно ужасно, потому что мы потратили всю стипендию на эти билетики, то есть мы, пока стипендия не закончилась, мы покупали эти билетики, и в какой-то момент, когда мы уже, не знаю, в девятый, в десятый раз подошли к этому окошку, чтобы купить очередной лотерейный билетик, он продавался прямо вот в окошке, где сидел сотрудник Сбербанка, там сидела какая-то тетенька, которая на нас посмотрела, таких юных студентов, и сказала, нет, билеты закончились, я вам больше не продам, мы ее очень упрашивали, но она, видимо, решила, что все-таки не стоит каких-то несовершеннолетних студентов вот так вот разводить, и не продавала нам билетик, но это было очень, с одной стороны, весело, с другой стороны, после этого я больше не играл в лотерейный никогда. Ну, знаешь, все понятно, я понимаю твои опасения, в принципе, они оправданы и в этот раз, я должна тебя разочаровать. А, то есть, денег не будет, да? Ну, ты знаешь, не всегда в деньгах счастье, ну, тебе об этом не надо говорить, потому что ты все равно мне не поверишь, это бесполезная фраза, абсолютно в твой адрес. Но, ладно, раз уж ты заговорил о главном призе, ну, так уж и быть, начнем с него, не будем начинать со всяким мелочи, да, как бы, ну, поскольку у нас полночь, у нас же как бы полночь в Париже, видите? Вот, пожалуйста, полночь в Париже. Я в Париже, да. Да, ты в Париже, но на самом деле не в этом была фишка, абсолютно, вот, просто банальная история, как бы, ну, так вот, музыканты, музыканты, у них, как бы, самая важная вообще часть тела, это руки, это руки, а сейчас такое время, у нас есть несколько опций для рук, и ты должен выбрать, вот это вот, например, подходит для повара-кондитера, мы сейчас определим, кто ты по стилю, вот это опция, например, если ты любишь, если ты как бы очень педантичный человек желтого цвета, да, ну, и, наконец, если ты себя отождествляешь, как мнимая садомница, то есть, конечно, вот такой незаменимый подарок, но поскольку ты практик, ты можешь оценить мою заботу, так что же ты выбираешь? Я ставлю на мнимую садовницу. Я так и знала. И этот приз, он переходит к Константину Емельянову. Смотрите, это просто незаменимая вещь. Во-первых, вот уже полностью прорезиненные перчатки, и тебе на даче пригодится самое главное. Практик. Молодец. Хвалю. И постирать можно, это не одноразово. Их я привезу в Краснодар, да, как-то на дачу. Ну, я надеюсь, что как бы этот юмор ты оценил. Хотя на самом деле, дальше-то у меня тоже история продолжается. Ты не расслабляйся раньше времени. Но поскольку ты сейчас там как-то живешь, ты там как-то держишься, то вопрос возникает сам собой. Вот комплект, маска, перчатки, ты не томи сама, вот скажи мне правду, они одного цвета, потому что я все переживаю, что образ рассыпется. Нет, у меня на самом деле образ давно рассыпался, потому что маски у меня такого небесно-светло-серо-голубого цвета, такие из аптеки одноразовые, а перчатки у меня такие ядреного, такого фиолетового, такая сирень, рахманиновская сирень. Понятно, ну то есть получается, что я спохватилась вовремя, пора работать над твоим фильмом. Да, да. Это моя профессия. Пора открывать шоу-румы. Да, да, ну потому что, понимаешь, для артиста все-таки очень важна как будто эта вот внешняя составляющая, хоть ты сейчас, полчаса назад отрицал все это. Ну если кто-то тебя узнает, конечно, за этой маской, то очень важна составляющая. Я выхожу на улицу, я очень надеюсь, я так натягиваю эту маску, то есть вот прям вот полностью, знаешь, как ее там можно растянуть, вот эту хлопчатобумажную. И я надеюсь, что просто меня никто не узнает, хотя меня здесь, в принципе, никто и не может особо узнать на районе, но я очень надеюсь на это. Не, а кстати говоря, бывали времена, вот расскажи эту историю, я вот даже не помню, там сбилось со счета, много ведь раз, да, после конкурса тебя узнавали прямо на улице, прямо там в кафе. Сейчас уже не те времена, да? Маски тяжелее. В маске, да, в маске уже совсем не то. И главное, в перчатках, в перчатках руки не узнают. Ну да, ну я, нет, ты просто понимаешь, как бы сейчас на самом деле все бьюти-блогеры бьются над вот этой вот частью лица, то есть как бы, чтобы идеальные брови и идеальные глаза, ну что ты скажешь? Экономия. Ну экономия колоссальна, на румянах можно сразу сэкономить, как бы на всем остальном тоже. Первый день карантина миксером правую руку из кромсала. Потрясающие новости. Был повод, для чего там был повод? Я не успел увидеть. А, ногтюр стябина для левой руки. Да? Да, это жуткая кровожадная история, ряда. Рахманиновские перчатки, водовести такие, руки расти будут. Ну да, но тут на самом деле у каждого свои лайфхаки, друзья. Ну, ты знаешь, на самом деле по поводу вот этого вот режима, я уже жду, когда это будет как бы очередная мода, очередное веяние. Вот очень, как бы уже собираю свой черный комплект, потому что мой любимый цвет черный. И потому что так страшнее, потому что сейчас, когда я надеваю маску и еще черную шапку, вот у меня реально видно вот так, и я еще надеваю солнцезащитные очки, и тогда просто как будто бы я в скафандре уже. Очень модно и классно получается. По поводу, знаешь, я когда начала рассказывать по поводу путешествий, мне так просто непроизвольно, у всех есть идиотские, какие-то дурацкие, смешные истории. Вот какая самая такая смешная, которую не жалко пустить под нож? Про путешествия? Во времени же. На самом деле, много, ну, во времени не знаю, но на самом деле много таких историй какие-то. Я вот просто думаю, какие могут пройти цензуру. Вот. Ну ладно, расскажу одну, на самом деле, очень душесчипательную историю, настоящую драму, которая касается как раз некоторых также гостей Лофта, Миднайт Лофта. Однажды я принимал участие в конкурсе, который проходил в таком испанском городе Хаен, или Хаен, я не помню, как правильно, честно говоря, удаление ставится. И, в общем, мы, и там было, помимо меня, там также было несколько русских участников тоже, и мы туда тогда полетели вместе с Диной как раз, Ивановой. Назову уже имя, как бы уже, что тут таит. Вот, мы туда полетели, вместе, там было, встретили еще много знакомых лиц, но суть была не в этом. Суть была в том, что когда после конкурса мы обратно должны были также лететь из Мадрида в Москву, в общем, мы добрались благополучно на поезде из этого города Хаен в Мадрид. И мы, по-моему, прибыли в Мадрид что-то типа 9 или 10 часов утра, а обратный рейс у нас из аэропорта Мадрида Барахас был что-то типа в 23.30, в 23.40, ну, почти в полночь. В общем, целый день вот свободный, как говорится, успеть в музее Прада за 2 часа до самолета. В общем, мы оставили наши вещи в камере хранения на вокзале, которые находятся в центре Мадрида, чтобы потом их забрать и на аэроэкспрессе добраться до аэропорта. И, в общем, мы оставили там вещи, пошли гулять, как раз сходили в музей Прада, там рядом сад, там прошлись по центру, посмотрели там какие-то достопримечательности, в каком-то там парке погуляли. И, ну, и время так постепенно идёт, идёт, и остаётся там что-то из разряда 4 часа до самолёта, до рейса. И я говорю Дине, ну, нам, наверное, пора уже, надеюсь, Дина меня не убьёт за то, что я рассказываю. И я говорю, наверное, нам уже пора идти на вокзал, забирать вещи, ехать, садиться на аэроэкспресс и добираться в аэропорт. И Дина говорит, да нет, ещё много времени, ещё 4 часа, вот вокзал там в 10 минутах как бы что-то спешить. И, в общем, ну, и как-то так, я думаю, ну, ладно, ладно. В общем, ну, и как-то мы так всё, я всё время её подторапливал, вот так, как-то так, чтобы люди ещё время есть. Я говорю, ну, да, время ещё есть. В итоге мы приходим на вокзал, наверное, часа за 3, может быть, я не знаю, до рейса. Тут мы забираем наши вещи, и тут выясняется, что мы не можем найти поезд, который нам нужен до самолёта, потому что там, если кто-то был в Мадриде, наверное, знает, там очень такая непростая система метро, там какие-то буквы, цифры, и они ещё отличаются, если это буква какого-то определённого цвета, или она ещё в какой-то там рамке, это разные линии. Если кто не знает, будьте очень осторожны. И, в общем, мы долго не можем найти наш поезд, в итоге вроде как находим, там где-то спрашиваем, где вот поезд, который добирается до аэропорта, и мы садимся на этот поезд, едем, а у меня всегда, я всегда очень так скрупулёзно всё проверяю, мы едем в этом поезде, и там я смотрю на табло, которое обозначает, какие остановки. И я понимаю, что мы должны там пребывать на определённую какую-то остановку, но вроде как поезд вот идёт куда-то немножко, вроде туда, но немножко не туда. И, в общем, в какой-то момент какая-то остановка, и я говорю Дине, Дина, нам нужно сейчас выйти. И в итоге мы выходим в последний момент, и оказывается, что мы вышли правильно, потому что мы сели не на тот поезд, но эта остановка была последняя, на которой мы могли пересесть на нужный поезд. В общем, мы дожились, пересели уже на нужный поезд, мы добрались в аэропорт, в терминал, по-моему, четыре, там очень много терминалов, а у нас на электронных билетах от аэрофлота не был указан терминал, который нужно было, просто написано Мадрид, аэропорт Барахас, и все. В общем, а мы как-то и не сообразили. Мы приезжаем в этот терминал 4, смотрим на табло вылетов, и нашего рейса там нет. В общем, сразу начинается паника, но ничего, мы находим там какого-то охранника, человека в форме, мы к нему подходим, показываем наш билет, спрашиваем, говорим, вот, нет нашего рейса, и он нам там как-то на ломаном английском объясняет, что вам нужно сесть на какой-то специальный шаттл и ехать в другие терминалы. Там вот есть терминал 1, терминал 2, ну, мы согласились, садимся на этот шаттл и едем в какой-то там в терминал 2 или 3, выясняется, что до этого терминала ехать примерно полчаса. А остается примерно уже час, наверное, до вылета, и мы едем в этот терминал, приезжаем в этот терминал, и там нашего рейса тоже нет. У нас уже как бы такая нешузочная начинается паника, мы находим какое-то информационное окно, спрашиваем там, выясняется, что оказывается наш рейс был из того терминала, из которого мы уехали. И нам не нужно было из него уезжать, но почему-то мне было на табло, они объяснить не могли, ну, какой-то, я не знаю, сбой в системе или не знаю что. И, в общем, мы садимся опять в шаттл уже в обратную сторону, едем обратно в этот терминал, и там мы просто пули летим на стойку регистрации, где написано, что вот наш рейс. А, я вспомнил, это был не Аэрофлот, это была авиакомпания Иберия, такая чудесная, из испанская. И мы летим на эту стойку, и там написано, что вот наш рейс, мы подбегаем, отдаем наши паспорта, и вот в тот момент, когда она берет наши паспорта, в этот момент на табло появляется надпись о том, что регистрация на рейс закончена. И она говорит, я не могу вас зарегистрировать. Мы говорим, но мы же уже здесь, то есть вот еще полчаса до вылета. И она говорит, нет, я не могу вас зарегистрировать, и вы не успеете добраться до самолета. Мы говорим, ну как мы не успеем, то есть мы уже здесь, то есть полчаса еще. Она говорит, нет, вы не успеете. В итоге мы там пытались как-то договориться, чтобы, может быть, нас сейчас отправили, а багаж следующим рейсом или еще как-то. Но в итоге ни в какую. В итоге мы профукали, скажем так, наш рейс. Пошли в окошко авиакомпании «Иберия» информационной, начали им рассказывать всю эту невероятную историю о том, что нашего рейса не было на табло, там не был указан терминал. Нам сказали, что все это замечательно, но ваши билеты абсолютно невозвратны и ничего такого. Следующий рейс через сутки, ближайший в Москву. Ну и как бы выхода никакого нет. Начались поиски Wi-Fi, началось название родственникам, друзьям в Москву в полночь, чтобы объяснить ситуацию, что вот так и так. В общем, мы взяли билеты на рейс через сутки. И сначала первая мысль была пересидеть эти сутки в аэропорту. Ну что, наверняка. Но потом выяснилось, что когда наступает ночь, аэропорт не работает, и нигде даже никаких лавочек, ничего. Все кафе закрыты. То есть просто, ну только на пол можешь лечь. В общем, каким-то образом мы находим через букинг какой-то там где-то рядом с аэропортом какой-то отель непонятный абсолютно. Там просто страх и ненависть в Лас-Вегасе. Вот, в общем, забронировали, чтобы переночевать в этом отеле. И дальше начинается следующий квест, потому что нам нужно как-то до этого отеля добраться. А отель находится в каком-то там деревне, которая пригороде аэропорта, рядом с аэропортом находится. И тут выясняется, что ночью не работает ни Uber, никакие там гет-такси, ничего абсолютно. То есть из аэропорта уехать невозможно. Никакие автобусы, никакие шаттлы. И более того, вот эти вот поезда, которые аэроэкспрессы ходят из аэропорта в город, они тоже ночью не работают. И в итоге мы находим какого-то просто частника-таксиста, который в три дорога нас там везет в эту деревню, в эту гостиницу. Вообще какой-то дождь льет, я помню, просто там ривень что-то. Мы заходим в эту гостиницу, и тут выясняется, посреди ночи выясняется, что заселить по правилам они нас могут только с 12 часов дня. А времени 2 часа ночи, или 3, может быть, я не помню. В общем, тут мы понимаем, что все, уже финиш. Мы прям просим, мы в этом лобби, там какой-то диванчик стоял, мы просто там облокачиваемся с вещами на этот диванчик, там спим, не спим, не знаю. В 7 утра над нами сжарились. То есть работники отеля сказали, что освободились номера, вы можете заселиться. То есть тогда мы благополучно уже там как-то поспали в номерах, и потом уже вечером поехали снова в аэропорт, и тогда мы уже поняли, почему мы бы не успели за полчаса до самолета, потому что действительно аэропорт очень большой, и там нужно пройти какой-то контроль, потом какие-то лифты, потом еще какой-то подземный шаттл идет между какими-то частями терминала, в общем. Но в итоге мы долетели все-таки до Москвы, но это было, конечно, такое очень интересное событие. Костя, ты знаешь, такая красочная история, и главное, какие же вы неудачники, черт возьми. Причем, ладно, если бы мы... Я бы, знаешь, я такие вещи понимаю, когда какие-то кармические, когда ты выиграл, допустим, колку, или получил какую-то премию, и вот у тебя... Ты должен как-то за это заплатить. Вот у тебя такие вот испытания потом. Но это был абсолютно, к сожалению, не такой случай, потому что мы, к сожалению, по-моему, там, я не помню, слетели со второго или с третьего тура, я уже, честно говоря, не помню. Вот, то есть до финала не дошли, и в итоге все равно пришлось за что-то еще расплачиваться вот таким вот способом. Но зато есть что вспомнить. Это точно. Тут уже написали люди, что это еще жестче, чем рассказ про выступление на Open Air и под дождем. Да, я полностью согласна. Open Air — это просто детский сад по сравнению с этой историей. И, кстати, вот ты с самого начала сказала, что ты бы был сценаристом или режиссером. Мне кажется, да, это претензия где-то в районе уже Вуди Алина, тире Спилберга, тире я не знаю, кого. Но это основано на реальных событиях, скажем так. Да, но здесь есть элементы комедии, как бы трагедии, драмы, ну, всего как бы детективной истории, потому что вас могли ввести непонятно в какой отель, и так, собственно говоря, и было. Ну да. Ну, словом, все как ты любишь, да? Да, очень веселые. Да, ну, кстати говоря, возвращаясь к нашей реальности, к нашим баранам, в том вот еще онлайне была, вот так просто так вот зацепили буквально, но не ответили до конца на эту тему, вот все-таки, может быть, подраскроем эту тайну. Вот ты сказал, что ты бы, ты вообще пишешь периодически, так подписываешь. Так, может быть, все-таки скажешь, в каком жанре ты на самом деле пишешь? Да нет, на самом деле, ну, сейчас, в последнее время, я ничего не пишу, я написал диплом, и моя потребность в написании была удовлетворена сполна. Ну, а так, ну, такой, скажем так, ну, то, что я какие-то пробы, такие пера, это всегда что-то основанное на реальных событиях, это какие-то тоже вот такие скетчи, скажем так, из жизни, вот, это что-то такое, всегда основанное на реальных событиях. Ну, мне кажется, это всегда легче всего, и это самое, скажем так, интересное, потому что проще всего именно писать о каких-то реальных событиях или на основе каких-то реальных событий, потому что не нужно какую-то основную канву придумывать специально, потому что есть уже какой-то сюжет, а там уже можно дополнить его какими-то, скажем так, составляющими. Ну, тут я с тобой полностью, полностью согласна. Но просто мне интересно, вот с твоего, как бы, края, как бы, это в жанре комедии происходит или нет? Ну, да, да, это больше такое что-то именно. Ну, опять же, мне кажется, самая хорошая комедия, это всегда, в которой есть какой-то элемент такой драмы, может быть, и наоборот, то есть, вот, такие чистые жанры, когда чистая комедия или чистая трагедия, это обычно менее интересно, всегда интереснее какие-то вот такие миксы, когда, либо, скажем так, и смех, и грех, да, как говорят. Ну, допустим, Костя, допустим. Слушай, ну, тут вот уже нам написали, что Moscow never sleeps, я понимаю, что, очевидно, аудитория просится, как говорится, поспать, но так просто никто еще не выходил из Midnight Loft Online, и все-таки, как барабанная дробь, там, последний вопрос, хотя каждый из них вроде как не может стать последним, хочется что-то еще узнать. Смотри, вернемся к нашей музыкальной вот этой вот дорожке. Скользкой. Да, да, черт возьми. Короче говоря, смотри, вот на каком-то этапе музыканты, да, артисты, ну, начинают задумываться, что, в общем, играть, это все, конечно, хорошо, но чего-то не хватает в этой жизни. И иногда принимают решения, ну, тут уже по-разному, тут как бы есть три опции, как минимум. Кто-то идет преподавать, плюс продолжать вот это вот, кто-то идет дирижировать, кто-то идет продюсировать. Что тебе ближе из этих трех опций? Подожди, первое преподавать, второе дирижировать, третье. продюсировать, да. То есть многие, например, смотри, вот мы с тобой когда-то говорили, что есть такие артисты, которые, например, ну, в основном приезжают, да, в Москву люди, еще детьми, как бы добиваются всего, потом возвращаются в свой район, регион, и вдруг там вырастает какой-нибудь фестиваль, проект, какая-то такая история. Ну да, да. Нет, мне кажется, такое продюсирование, оно вытекает из исполнительства, из дирижирования, естественно. то есть когда люди свои фестивали какие-то организуют, но чисто вот именно уйти в продюсирование или в преподавание, конечно, нет, не хотелось бы. Конечно, первостепенно хотелось бы играть, насколько это возможно, как можно дольше, вот, а остальные составляющие, ну, не знаю, трудно сейчас сказать, но, может быть, раньше я об этом не задумывался, но сейчас, вот думаю, может быть, когда-нибудь захотелось бы попробовать действительно вот в дирижировании себя, но тут такая, такой момент, что я очень не люблю, когда что-то делается не профессионально и как-то вот на каком-то таком в любительском формате, поэтому я считаю, если ты хочешь дирижировать, то ты должен на этом действительно учиться, ты должен уметь это делать, и, ну, если когда-то появится такое вот время, возможность именно как-то овладеть этой профессией, этими навыками, может быть, действительно хотелось бы. Ну, я имела в виду, на самом деле, ты зря как бы подоскорбился, я имела в виду сочетание как бы с твоей исполнительской деятельностью, любой из этих, да, как бы, вариантов. Ну, тут как бы есть еще, конечно, один вариант под звездочкой, который я постыдилась задавать, и я знаю, какой будет на него ответ, но все же. я не предложила тебе, например, опцию мультиинструменталиста, которая в последнее время для многих оказывается, оказывается, очень даже интересно, потому что, если ты понимаешь, о чем я, ну, люди просто с определенным количеством лет, как бы, и багажом, который они набирают, ну, я уж не знаю, от великого ума, или наоборот, и от великого таланта, начинают экспериментировать с другими инструментами. Нет, вот этим я бы не стал заниматься, то есть, я понимаю, что на должном уровне я уже не освою какой-то инструмент другой, то есть, вот именно на нужном уровне, а выносить на публику какие-то свои вот эти вот любительские хобби, там, и что-то мне бы, честно говоря, не хотелось. Ну, это правильный ответ. Поэтому. Ну, хорошо, хорошо. Ну, я думаю, что мы с тобой выполнили этот формат. Как обычно, я тебя закидала вопросами, но я на другое не рассчитывала. Вот, жизнь несправедлива. Ну, друзья мои, отпускаем, да, Константина Емельянова? Я вас тоже благодарю за то, что вы смотрите. Нам было очень весело, и я надеюсь, что вам было тоже очень-очень-очень весело с нами. Мой любимый вопрос Петнев или Соколов, можешь не отвечать? Я не смогу ответить на этот вопрос, потому что я не смогу выбрать. Правильно. Когда-то Петнев, когда-то Соколов нет. Зачем выбирать, если можно слушать и то, и то? Правильно. И то верно. Ну что ж, я считаю, что у нас сегодня произошла как бы интенсивная лофтерапия вполне успешна. Как ты считаешь? Да, вполне. Я тебя благодарю за эфир, было очень интересно пообщаться в очередной раз, и было очень круто и здорово. Да, надеюсь, что в следующий раз уже в живом формате. Очень надеюсь. Ну, этого никто не знает, ведь впереди еще может быть суперигра, как говорится. Ну, будем надеяться, будем надеяться, что в следующий раз уже будет лайф-лофт такой, лайф-формат. Хорошо. Ну, я тоже на это надеюсь. Все тогда, пока-пока. Все, счастливо. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, и остается небольшое послесловие послевкусие. Друзья, спасибо за то, что были с нами. Было, конечно, очень так интенсивно. было мощно. Ну, Костя замечательный собеседник, темы не заканчиваются, и можно копать еще и еще, несмотря на то, что по сути, да, как бы мы находимся в такое состояние паузы, да, то есть как будто бы ничего не происходит, но тем не менее, как видите, всегда можно найти какие-то потайные окна и двери. Все, я прощаюсь с вами. Всем пока-пока и спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok